Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы пообщаемся с Валерием Ковалевым, старшим инспектором отдела процессуального контроля Следственного комитета. Здравствуйте, Валерий Александрович. Сегодня мы поговорим с Вами о таком явлении, как экстремизм. Пожалуй, первое, что приходит на ум простому человеку при слове экстремизм, это террористы исламские и прочее. Так ли это и вообще, каковы проявления экстремизма и чем отличается террорист от экстремиста? Ну, действительно, в народе бытует такое мнение, что терроризм это лицо, как Вы говорите, в масках и тому подобное. Но в данном случае это как раз крайнее проявление данного явления, то есть экстремизм и терроризм взаимосвязаны. И терроризм фактически это крайняя мера экстремизма, когда те идеологические, их собственные мировоззрения проявляются в производстве каких-либо уже противоправных деяний, повышенной общественной опасности, терактах, различных проявлений политического терроризма, проявлений радикального течения в исламе и так далее и тому подобное. Фактически все гораздо глубже и мы говорим о том, что экстремистские проявления это проявления, которые существуют среди определенной категории населения, в части того, что они пытаются путем насильственным, крайним путем изменить существующее положение, которое их не устраивает. Ну, как правило, экстремистские проявления выражаются именно в таких действиях, которые не уважают абсолютно то общество, в котором живут эти люди, которые направлены на его изменения, изменения не каким-либо путем уговоров, допустим, договоренности, а именно изменения насильственным путем применения крайних мер. К счастью, у нас в республике Хакасия таких проявлений, я имею ввиду, терроризма нет, однако в то же время экстремистские проявления существуют и имеют место быть вплоть до возбуждения уголовных дел. Вот статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть именно экстремизм как таковой, у нас данное преступление зарегистрировано, расследовано и направлено в суд с получением обвинительного приговора. Как проявляется экстремизм на территории республики? На территории республики Хакасия особых проявлений экстремизма в части каких-либо публичных действий у нас нет. То есть все преступления, которые у нас зарегистрированы, заключаются в размещении в сети интернет материалов экстремистского характера. То есть у нас экстремистские преступления исключительно в сети интернет. То есть есть у нас граждане, которые из чувства национальной какой-то вражды размещали в сети интернет для публичного обозрения, для ознакомления других лиц материалы, которые были признаны в соответствии с решением судов экстремистскими. То есть для того, чтобы материал был признан экстремистскими, и за это существовала уголовная ответственность, необходимо либо решение суда, установлено в законном порядке, когда данный материал признан экстремистским, либо когда данные проявления экстремизма в данном материале были бы установлены путем экспертных исследований. То есть те дела, которые существуют у нас в Хакасии, в частности в 2015 году, это размещение подобных материалов именно в сети интернет. Наиболее распространенный способ это лица создают в социальных сетях, в частности в ВКонтакте, как правило, какую-то страничку, где размещают полученные различным путем экстремистские материалы. Это могут быть как видеоматериалы, так и аудиоматериалы, какие-то печатные тексты. Ну, Хакасия многонациональная республика, и в такой среде, наверное, особенно сложно вести профилактическую работу. Как она проводится у нас? Ну, убеждение человека — это еще не основание для привлечения его к ответственности. И в основной массе у нас имеется в Хакасии проявление, как правило, ну, скажем так, бытового национализма и так далее и тому подобное, ну, на бытовом уровне, которое повышенной какой-либо общественной опасности, в общем-то, не представляет. Но в то же время, когда эти проявления пытаются, вернее, эти документы, материалы пытаются распространить, когда пытаются вовлечь людей в эту деятельность, когда пытаются распространять данную идеологию, вот это уже повышенная общественная опасность, особенно она опасна, когда данные идеи пытаются распространить именно в молодежной среде. Ну, вы знаете, что молодежь, особенно подростки, это наиболее такая восприимчивая аудитория, и в том числе вот для идей вот таких вот радикальных. В основной массе те материалы, которые вот были предметом исследования в рамках уголовных дел, это связано в первую очередь на национальной почве. А какие причины и факторы способствуют проявлению экстремизма и терроризма? Определенная часть населения воспринимает какие-то негативные для них проявления, да, достаточно болезненно. И люди, которые имеют жизненный опыт, они понимают, что что-то это временно, что-то это связано с какими-то обстоятельствами и так далее. Некоторые люди воспринимают это совершенно по-другому, и у них рождаются определенные мысли для резкого насильственного изменения сложившейся ситуации, да, что, естественно, в первую очередь неприемлемо. Вот именно среди таких людей, как правило, с незначительным жизненным опытом, ну, это в первую очередь касается и молодежи, подобные идеи и могут получить распространение. Ну, вы сказали, что интернет собой представляет достаточно серьезную угрозу в плане экстремизма. Вообще, как вылавливают воинственно настроенных граждан вот в сети? Ну, существует множество способов. Ну, в первую очередь, это относится к тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий с соответствующими структурами, да, у нас есть Федеральная служба безопасности, у нас есть соответствующая структура в органах внутренних дел, которые с применением соответствующих технических средств занимаются мониторингом в сети интернет и, соответственно, устанавливают и сами эти материалы, и устанавливают лиц, которые разместили. Следственный комитет занимается расследованием уже уголовных дел, то есть, когда данный факт уже установлен, и, соответственно, материалы поступают нам. Ну, более конкретно я вам, естественно, сказать это не могу, но единственное могу констатировать, что с применением современных технических средств установить лицо, которое разместило указанные материалы, которые носят экстремистский характер в сети интернет, в общем-то, не представляет большой сложности. Вы знаете, что основные серверы, да, социальных сетей, в том числе вот и ВКонтакте и так далее, они могут находиться на любой территории, в том числе и за территорией Российской Федерации, а у нас имеются технические возможности у соответствующих органов определить, кто, откуда, каким образом указанный материал разместил. Ну, как вы думаете, можно у нас установить, что, допустим, лицо, находясь на территории республики, допустим, в городе Абакане, там, допустим, такого-то числа в такое-то время разместило такие-то материалы на сервере, которые находятся, ну, где-нибудь там в Боливии, допустим. То есть такие возможности технические есть. Ну, и еще угроза интернета. Вся информация там все-таки находится в свободном доступе. И что делать родителям, если они видят, что ребенок посещает подобные сайты? Что тут ограничиться беседой, либо сообщить в полицию об этих сайтах? Для родителей, наверное, самое главное, это не столько ограничить, хотя это тоже, естественно, необходимо, сколько, ну, наверное, разъяснить ребенку, в чем суть. Вот понимаете, очень много материалов экстремистского характера, которые связаны с достаточно, наверное, в наше время актуальной проблемой, о нашем прошлом, о прошлом нашей страны, о тех событиях, которые у нас были. Они основаны на определенных фактах, которые в логическую цепочку вроде складываются, да, и человек, который не имеет, как я уже говорю, жизненного опыта, он это воспринимает как истину. Ну, в первую очередь, наверное, надо объяснить ребенку, подростку, что это не так, что на самом деле было совершенно по-другому. Все вот интерпретации определенных событий то же самое. Нужно, наверное, объяснить ребенку, что это не так, что на самом деле это было все по-другому. Нужно объяснить, что действия, которые направлены на насилие, что они не приведут к результатам, которые, грубо говоря, устраивает и общество, и самого этого человека. Что терроризм, экстремизм – это страшное явление. Что оно несет за собой боль, смерть, ну и так далее, и тому подобное. То есть простой способ воспитания. Нужно с ребенком разговаривать, нужно его убеждать, нужно вовремя реагировать. А самое главное – обращать внимание, чем же ваш ребенок занимается. Чтобы потом уже не было поздно, когда определенное идеологическое мировоззрение уже сформировалось. Тогда уже будет достаточно сложно. Ну и самое главное, наверное, это когда папа с мамой – это действительно авторитетные люди для подростка, для ребенка. То есть их мнение для него имеет большое значение. Ну а Следственный комитет совместно с другими правоохранительными органами, какие меры принимают по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям? Ну и самая главная наша задача – это, естественно, в первую очередь расследование уголовных дел. То есть по тем фактам, которые нам становятся известны, своевременно возбудить уголовное дело, его расследовать и направить уголовное дело в суд. Потому что неотвратимость наказания – это наиболее серьезный фактор, который может повлиять на лиц, которые занимаются подобной деятельностью. Ну и естественно, в рамках расследования уголовных дел наши следователи выясняют все эти условия, которые способствовали совершению преступления. Возможно, это недоработки, допустим, и школы, и какого-то другого учебного заведения, в котором, допустим, обучалось лицо, которое привлечено к уголовной ответственности. У нас, к сожалению, имеются факты, когда к уголовной ответственности привлекались лица за совершение экстремистских преступлений, являясь несовершеннолетними. К сожалению, есть такие факты. Ну и естественно, мы общаемся и с органами государственной власти, и участвуем в работе антитеррористической комиссии, участвуем в работе и наших муниципальных образований. То есть, в общем-то, весь комплекс мер, которые мы можем выполнить, Следственный комитет выполняет. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.